Прославленные правители кромки воды Мало кто может встать у них на пути Грозные доисторические гиганты Это очень крупное существо Конечно, при таком размере они представляют для нас угрозу Возможно, в их древней ДНК кроется тайна еще большего размера Код к по-настоящему громадному крокодилу Годзилле Вероятность, что в роду у крокодилов появятся гиганты, есть всегда Думаю, что уже сейчас условия подходят для появления супер-крокодила Гиганты мира животных, самый большой крокодил 65 миллионов лет тому назад В результате сокрушительного вымирания почти все гигантские рептилии на планете погибли До сегодняшнего дня дожил лишь один огромный зверь Они избежали вымирания, в результате которого погибли все динозавры до одного Все потомки, что остались от них, это птицы Это их прям невероятная история успеха Это одни из самых невероятных уцелевших существ за всю историю эволюции Одни почитают их как богов, другие ругают, называя людоедами Никогда не стоит недооценивать крокодила в воде Суд к нему приблизится и все, вам конец Знакомьтесь, самая крупная рептилия в мире Крокодил Может, крокодилы и не такие длинные, как гигантские змеи, зато они гораздо их тяжелее Так что они и впрямь самые крупные рептилии на Земле Эти доисторические гиганты вырастают до огромных размеров Но, судя по окаменелостям, их древние сородичи были еще больше 100 миллионов лет тому назад существовали крокодилы почти в два раза больше Раза в 4-5 тяжелее самых крупных сегодняшних крокодилов В конце 90-х годов 20-го века палеонтологи, работавшие в пустыне Сахара Извлекли из земли кости самого крупного известного крокодила, обитавшего на Земле Супер-крокодил Супер-крокодил — это кличка, а техническое его название — Сарказук, или Крокодил Император Длина супер-крокодила была около 12 метров Наверное, это было настоящее чудовище По мнению ученых, супер-крокодил, как и его современные сородичи, был мощным хищником, который выслеживал добычу у кромки воды Сарказуху было свойственно то же поведение, что и современным крокодилам Правда, он жил 100 миллионов лет тому назад Прошли миллионы лет, а современные крокодилы по-прежнему охотятся как супер-крокодилы, выслеживая добычу в такой же среде обитания Но могут ли они стать такими же большими, как их гигантские древние предки? До каких размеров они способны вырасти? Здесь, в Дарвине, на северной территории Австралии, обитает кандидат на звание крокодила Годзилы Он правит в приливных реках и дельтах рек региона Местные жители зовут его Гребнистым Гребнистый крокодил — один из самых крупных среди всех 23 видов крокодилов Длина самого крупного грибнистого крокодила за всю историю измерений превышала 6 метров Но чтобы пережить динозавров, одного гигантского размера мало Нужен сверхмощный арсенал характеристик для выживания У грибнистых крокодилов толстая покрытая броней кожа Мускулистые конечности Сильные челюсти С более чем 60 дробящими костезубами И мощные хвосты, тянущиеся почти на половину длины их тела Быть может, именно в них и кроется потенциал их роста Доведенные эволюцией до совершенства Тела крокодилов созданы для выживания Им не страшна потеря конечностей У доминантных самцов часто не хватает лапы Это животное умеет выживать Мало кто может встать у него на пути Крокодила можно сравнить с Феррари В его корпус было внесено столько усовершенствований Что сейчас крокодила лучше даже сложно себе представить Грибнистые крокодилы превосходные хищники Их стоит опасаться По их вине каждый год гибнут люди Это очень крупные существа Конечно, при таком размере они представляют для нас угрозу Поступают данные о новых нападениях со смертельным исходом В 2009 году в сельском районе Дарвина Во время купания с сестрой и двумя подругами У болота под названием Черные джунгли Исчезает 11-летняя девочка Полиция организует наземные поиски Вертолеты прочесывают буш с воздуха На следующий день находят ее останки Судя по следам от укуса Ее убийцей был крокодил длиной почти 3,5 метра В поисковую группу входил опытный ловец крокодилов Роби Риск У меня слезы на глаза наворачивались Останки искали целый день Когда мы их нашли, ум отказывался принимать то, что произошло Группу вооруженных полицейских прочесывают район Ставя ловушки по всей пойме Но виновного крокодила так и не нашли Такие нападения случаются редко И все же по вине гребнистых крокодилов Погибает примерно полдюжины человек А по оценкам властей Из сельских приливных рек Воды Дарвина Перебирается до 150 тысяч особей Дарвин уникальный по своему местоположению город Он стоит прямо посреди ареала обитания крокодилов Они распространяются по городским районам и пригородам И возможность нападения на людей Растет в геометрической прогрессии Если бы в здешних приливных реках Большинство крокодилов не перемещались Их бы убили их сородичей Здесь просто недостаточно пищи и пространства Вот почему гребнистые крокодилы Идут по берегу по направлению к Дарвину С каждым годом в Дарвине И его окрестностях находят все больше крокодилов Шанс, что случится беда куда выше Здесь случайное столкновение с дикими крокодилами Это постоянная угроза Но есть еще более опасное явление Норовистые крокодилы Нападающие на людей специально Норовистые крокодилы ведут себя не так, как нормальные особи И вот они очень серьезные угрозы Зачастую норовистые крокодилы Это животные, которым уже удавались атаки на людей Поняв, что это не сложно Они пробуют проделать это вновь В отличие от других крокодилов Которые стараются держаться подальше от людей Норовистые крокодилы ищут среди них своих жертв Норовистые крокодилы – настоящее бедствие Это звери с характером, жаждущие убивать Чтобы снизить риск нападения норовистых Или других грибнистых крокодилов Власти Дарвина постоянно ведут программу отлова И перемещения этих существ В этом году мы выловили более 170 крокодилов А в прошлом около 140 Так что в этом году мы их прям поймали немало Может, даже рекорд побьем Сейчас мы проверяем и кладем новую наживку в ловушку Ловцы крокодилов вроде Робби Следят за более чем 60 передвижными ловушками Они кладут в них наживку И, найдя в них крокодилов, достают животных Метят их и фиксируют размер Длина самого крупного грибнистого крокодила Из всех, что поймал Робби Превышала 4,5 метра Хотя причинить вред может крокодил любого размера Звери длиной 3-4 метра Способны разломить и череп, и что угодно Работая с крокодилами, ты должен помнить, что они на многое способны Стоит чему-то пойти не так, а ты лишишься руки Собственно, можно и жизни лишиться Сегодня вместе с Робби поплывет специалист по крокодилам доктор Адам Брихтон Он собирает образцы ДНК для генетической карты крокодилов Дарвина Мы берем образцы тканей у крокодилов, которых ловим в гавани Дарвина И сравниваем их с образцами тканей крокодилов, которые возьмем на северном побережье Австралии Надеюсь, наша работа поможет нам узнать больше о том, откуда в гавань Дарвина приплывают крокодилы Может, однажды карта доктора Бриттона точно укажет на местонахождение размножающейся колонии гигантов Пока же его исследования направлены на сохранение мира между людьми и потенциально смертельно опасными видами крокодилов Мы можем узнать, почему эти крокодилы перемещаются, что и медвижен Если существует риск нападения крокодилов, ты обязан попытаться сократить этот риск Надеюсь, мы поймем, как сделать жизнь людей безопаснее И тогда люди скорее смеются с крокодилами, живущими у них на пороге Мы у второй ловушки в гавани Дарвина Сейчас мы ее вытянем Как вы видели, только что я проверил ловушку Крокодил залезает в нее, тянет за мясо, за наживку И дверца закрывается Вот и все Механизм очень простой и действенный Поплыли к следующей ловушке Команда едет проверять следующую наживку Можно лишь догадываться, какого размера зверь ее возьмет Крокодил растет всю жизнь Это еще один ключ к их потенциалу роста Повзрослев, все живые существа в основном достигают максимального размера Их рост прекращается, а размер крокодилов безграничен Это явление называется недетерминированным ростом В неволе, где есть устойчивая кормовая база, где проще выжить Крокодилы живут дольше и вырастают больше, чем крокодилы в дикой природе Эти существа растут до самой смерти Не исключено, что в неволе они могут вырасти куда больше своих диких сородичей Гремнистый крокодил Гомек Один из самых крупных крокодилов, живших в неволе за всю историю наблюдений Он был отсюда, с фермы зоопарка для аллигаторов Святого Августина во Флориде Длиной более пяти метров Гомек весил почти тонну Он привлекал многочисленную публику на представление с кормежкой Сегодня его гигантское наследие живет в другом, огромном, гребнистом крокодиле По кличке Максимо В нем больше 4,5 метров А вес почти 550 килограммов Работа с такими большими плотоядными, как Максимо сопряжена с чрезвычайными рисками Сотрудники зоопарка всегда на стороже Он смотрит на нас, как на потенциальную пищу Нам точно надо остерегаться Для такого крупного животного он удивительно быстр Он прыгает за крысой, и ты видишь всю мощь этого животного Не стоит подходить к нему слишком близко Может, именно своим размером Максимо привлекает зевак к вольеру Но не исключено, что, как и у других крокодилов Самая примечательная его черта – это ум Крокодилы определенно самые умные из всех рептилий Кора головного мозга у них развита лучше, чем у других рептилий И они куда умнее, чем кажутся людям Мозг у крокодилов имеет размер, как у всех рептилий Он в буквальном смысле сгресский орех И все же для жизни ума им хватает с лихвой Некоторые их модели поведения выглядят очень эффектно В дикой природе крокодилы, кажется, замечают малейшие детали Они считывают окружающую обстановку и реагируют, меняя свое поведение Можно приплыть куда-то, где за тобой будут наблюдать крокодилы А ты этого и не заметишь И больше этих крокодилов не увидишь Может, они тебя не увидели Может, им не понравилась твоя одежда или твои движения Может, не приглянулась твоя лодка Может, они не видели твою лодку на реке, но заметили, что что-то происходит Больше ты их не найдешь Они даже демонстрируют наличие у них некоторой формы памяти Крокодил должен знать, где лучше всего охотиться каждый день Нельзя рассчитывать, что ты будешь случайно нападать на такие места Их надо держать в памяти, запоминать И здесь, в неволе, некоторые крокодилы, вроде этого аллигатора по кличке Бомбер Демонстрируют способность думать Стучишь его по морде, он открывает пасть Оказывающему кусочек пищи, он ее захлопывает, получая еду Как-то он понимает, чего ты от него хочешь В первый раз он проделывает трюк просто здорово В следующий отодвигается сантиметров на пять В следующий сантиметров на десять Пятится назад Похоже, таким образом он заманивает тебя в воду, чтобы ты в нее упал И одному лишь Богу известно, что он намерен там с тобой сделать Это существо умеет думать Это освоенная модель поведения Эти выжившие с древних времен существа Руководствуются не одними лишь инстинктами И Максиму не исключение Он усвоил, как проходит представление, в какое время дня И ровно в три часа он заходит на платформу и начинает делать то, что обычно делает во время представлений с кормежкой Это он усвоил очень быстро Максиму! Его приучили к тройному стуку Если постучать три раза по помосту, он все равно отреагирует Он куда умнее, чем большинство людей могли бы подумать Умный, сильный, огромный и продолжающий расти зверь Максиму всего 40 лет Длиной 4,5 метра и весом 544 килограмма Он может расти не одно десятилетие Лишь время даст ответ на вопрос, до каких размеров он способен вырасти Похоже, в эту ловушку угодил крокодил В нем метра два с половиной Тем временем в Дарвине члены команды находят в одной из ловушек в гавань грибнистого крокодила По оценке Робби, в нем около двух с половиной метров Первым делом надо накинуть веревку на верхнюю челюсть Затем обездвижим ему пасть кабельным хомутом и вытащим из клетки через верх Им надо затащить его в лодку Но сначала нужно зафиксировать ему пасть Чтобы зверь открыл пасть, ловец крокодилов стучит ему по морге Он обхватывает верхнюю челюсть крокодила веревкой для морги Но петля застряла на верхних зубах крокодила Надо сместить чуть назад Только бы она не соскочила в последнюю минуту Да Наконец, петля проходит через зубы и встает как надо вокруг верхней челюсти Сейчас я запрыгну на ловушку и обездвижу челюсти хомутом Сами мы к крокодилу не приближаемся Взаимодействия между человеком и зверем не происходит, чтобы никто не пострадал Сейчас свяжем ему челюсти липкой лентой И закроем ему глаза Закрытыми глазами животное испытывает минимум стресса Все, глаза закрыты, пасть обезделена Мы готовы вытаскивать его из ловушки Я обездвижу его задние лапы Именно в них его основная сила Финальная часть Так мы слегка защищаемся от других его зубов Выступающих над верхней челюстью И при работе с ним мы не лишимся рук и других частей тела Челюсти крокодила обездвижены хомутом и липкой лентой Но одним махом головы он разорвет человеческую плоть своими большими зубами Дикий грибнистый крокодил пойман и готов к перемещению И Роби с командой грузит его в лодку Прекрасно Крокодила бездвижен Команда привязывает новую наживку Вновь ставит ловушку И плывет проверять следующую Здесь, в австралийском штате Квинсленд В реках и болотах вокруг Куктауна Люди боятся, что популяции крокодилов растут И нападений становится все больше В 2005 году крокодил длиной почти 4 метра Вытащил из каноя рыбака и убил его Смотрители парка нашли этого крокодила и застрелили его Не так давно, в 2008 году, на берегах реки Индевор 62-летний мужчина вышел из лагеря проверить свои ловушки для крабов Но так и не вернулся Жена обратилась к властям На берегу реки обнаружили следы от жертвы крокодила, которую зверь тащил в воду В результате широкомасштабных поисков была найдена сандалия и часы мужчины Несколько недель спустя власти обнаружили его останки в крокодиле длиной 4 метра 20 сантиметров По мнению экспертов, такие происшествия аномальны Но местные жители беспокоятся Если крокодилы и дальше будут распространяться в населенные людьми районы Новые столкновения со смертельным исходом неизбежны На ферме зоопарки для аллигаторов Святого Августина во Флориде Биолог доктор Грегори Эриксон занимается изучением главного орудия крокодила Его укуса Мы хотим понять, что активизирует этих существ Нас интересует, как мышцы и принцип действия челюсти позволяют им создавать такую силу укуса Как давление, которым пользуются эти звери, чтобы выжить, зависит от формы и размера их зубов Это датчики силы укуса Кусая их, он прикладывает силу А это устройство с четырьмя сенсорами, как хорошие весы для ванной комнаты И оно посылает сигнал для зарядки усилителя, фиксируя силу укуса Для начала он готовит специально сконструированные устройства для замера силы укуса Устройство покрыто кожей, и зубы не страдают Как только оно касается зубов, зверь наносит так называемый хватательный укус Захлопывает челюсти с максимально возможной силой И мы тут же получаем данные о силе этого укуса Я не совсем уверен, что сделает этот нильский крокодил Обычно это довольно сердитые существа Вместе с куратором Кевином Торрегроссой Еще одним штатным сотрудником парка доктор Эриксон входит в вольер к крокодилу Не зверя, а безумный скутер Крокодил сопротивляется, крутясь и заворачиваясь в веревку Но, наконец, члены команды поднимают крокодила из воды И затаскивают на площадку для осмотра Сейчас закрепим его на площадке Я придавлю челюсти, а ты вставляй доску в пасть И обматывай ее липкой лентой Ненавижу этот момент Деревянная доска открывает животному пасть и не дает ее захлопнуть Ставь сюда Справим Хорошо Теперь подтягивай Я возьму зубную мастику Из такого же материала донтисты делают коронки для зубов С ее помощью я сделаю несколько копий выступающих зубов Не повторяйте это дома С вашим домашним крокодилом Или с собакой Прежде чем снять показатели силы укуса Доктор Эриксон делает слепки зубов При помощи форм мы можем сделать слепки зубов И в итоге получится точная копия зубов Их уже можно исследовать и выяснять Какое давление приходится на кончике зубов Сейчас нам мало что известно о принципе работы этих зубов И занимаясь этим исследованием Мы как раз и пытаемся его узнать Ненавижу это Класть руку в пасть крокодилу противоестественно Наверное, вообще-то не зря Через пять минут масса застынет Снимем ее И как можно быстрее выпустим животное в воду Еще один ключ к потенциалу роста крокодилов Их навык хищника Крокодилы классический пример животных, охотящихся из засады Они тихо выслеживают добычу И быстро на нее нападают Бывает, что они прячутся в реке так Что над водой виднеется лишь ноздря и глазное яблоко Так они охотятся на добычу, не подозревающие о том, что будет дальше Крокодилы властители своей среды обитания Прежде чем выйти на охоту, они часто сидят, выжидая Без еды не обойтись ни одному животному А значит, пища сама постоянно приходит к тебе Остается только приноровиться и ловить Не важно, кто именно подходит к ромке воды Крокодилу это безразлично Главное, чтобы это была пища Крокодил прячется так, что над водой едва виднеются его глаза, уши и ноздри И нацеливается на добычу, используя свои обостренные люства Вокруг челюсти у него барорецепторы При помощи которых они буквально улавливают изменения в давлении в толще воды Они обладают превосходным обонянием и чуют животных и добычу на большом расстоянии До нескольких километров На низких частотах они тоже слышат лучше, чем мы Поэтому им слышен шорох шагов, движение животных в траве Зрение у них тоже превосходное У них полностью цветное зрение И они неплохо видят ночью Нацелившись на жертву, крокодил приближается к ней Движимый своим мощным хвостом Так что его никто не видит Хвост – движущая сила крокодила, позволяющая ему плавать на большой скорости И что еще важнее – плавать медленно, почти не поднимая волн Увидев кого-то у кромки воды, они подплывают к нему под водой так, что оказываются на небольшом удалении Потом подплывают чуть ближе и осматриваются И так подплывают все ближе и ближе И жертве остается только подойти к крокодилу достаточно близко Как только это происходит – бум! И все Все кончено Разворачивая взрывную неожиданную атаку, крокодил наносит укус силой дробящей кости И тащит жертву в воду, чтобы ее утопить Иногда крокодилы делают смертельный виток Крокодилы вращаются, пытаясь дезориентировать жертву Иногда к этому моменту жертва уже расчленена, ее тут же бросают погибать от потери крови В идеале крокодилы пытаются утопить добычу, ведь в таком случае обет им обеспечен Как только жертва погибает, крокодил разрывает ее на части, пользуясь своим телом Он раздирает ее движением своей головы Крокодилы напоминают слегка гибкую, особенно в районе шеи, трубку с мышцами и броней В броне есть небольшая брешь, поэтому они дергают головой вперед и назад Буквально разрывая конечности и туловище Сила тяжести помогает им заглатывать жертву Посмотрим, готово ли Вроде бы да Тем временем во Флориде доктор Эриксон удаляет зубную мастику из зуба нитского крокодила длиной почти 2,5 метра Как вы видели, это очень сильное животное Стоило прикоснуться к тому зубу, и крокодил завелся Он гораздо быстрее человека, поэтому надо соблюдать осторожность Если бы мы не закрыли ему пасть липкой лентой, меня бы уже везли в больницу Этой зоны, которую называют зоной укуса, лучше не касаться Форма Моллера тоже отлично получилась Отвезем их в лабораторию и сделаем несколько копий зубов этого крокодила Затягивай Формы удалены, и доктор Эриксон готовится замерить силу укуса крокодила Поехали Мимо Мимо Крокодил заметил планку Они пробуют снова, надеясь на более прямой удар 180 Животное начинает уставать Больше мы уже не получим Примерно 180 килограммов силы Когда крокодил полон энергии, эта сила еще больше Чем больше крокодил, тем сильнее его укус Поплыл в свой угол Команда выпускает крокодила, и тот бросается на утеку Доктор Эриксон отвезет формы, данные о силе укуса и замеры в лабораторию на анализ Сила укуса у крупных крокодилов, вроде гребнистых, превышает 1800 килограммов Это почти в два раза больше, чем у пятнистой гиены Чемпиона по дроблению костей среди млекопитающих И почти в два раза больше, чем у бенгальского тигра и африканского льва Более 1800 килограммов силы Такой силы укуса нет ни у одного другого животного на планете По мнению доктора Эриксона, такая огромная сила нужна для выживания У большинства крокодилов зубы не очень острые Это тупые орудия, не особенно предназначенные для прокалывания Но с такой силой укуса они создают давление, достаточное, чтобы пробить кожу И поддерживают удар костями Крокодилы отрывают куски мяса от добычи Они делают это довольно давно и весьма хорошо Тем временем в Дарвине, найдя в ловушке в гавани второго крокодила Робби с напарником переносят улов в грузовик Измеряем их Идентифицируем, даем номер Мы всегда поднимаем голову, чтобы у животного не было отрыжки Чтобы оно не захлебнулось Челюсти-то у него связаны липкой лентой Это наша детенционная книжка Одна для крокодиловой фермы, другая остается у нас Мы фиксируем пол и то, как его поймали А еще размер животного Будущее этих крокодилов решают на крокодиловых фермах, куда мы их отдаем Если это крупная самка, ее оставляют для размножения Если самец, используют его на кожу или мясо В гавани их стало на два меньше, нам меньше забот Я рад, что мы их поймали Но выловить предстоит еще много Еще один ключ к потенциалу роста крокодилов Это одни из самых легко приспосабливающихся зверей в природе Они могут питаться самой разной добычей От мелкой рыбы до крупных зверей, вроде кенгуру Они едят моллюсков, ракообразных и даже насекомых Рыб, лягушек, черепах, да что угодно Они питаются самой разной добычей Если им предоставляется возможность Или если они вынуждены это делать из-за малого количества пищи Крокодилы также приспосабливаются к окружающей среде Особенно, если находят хороший источник пищи Найдя такой источник, они возвращаются на следующий день Если он не исчез, они возвращаются еще на следующий день Они быстро понимают, что если хочешь поймать добычу Надо быть в этом месте Но это еще не все Они запоминают время Если, скажем, они поймут, что в сентябре или в апреле Происходит миграция рыб или млекопитающих И это самое время их ловить То за пару недель до этого крокодилы наверняка Прибудут в этот район Если пищи нет, крокодилы могут обходиться без еды несколько месяцев А наконец, поев, используют пищу эффективно, превращая ее в энергию роста Невероятное умение крокодилов приспосабливаться помогло им выжить Тогда как другие виды вымерли Сегодня это последние по-настоящему огромные рептилии на планете Но судя по окаменелостям, найденным не так давно У них в роду были еще более крупные предки В 90-х годах 20-го века палеонтолог Пол Серена и группа ученых напали на находку века Они нашли идеального убийцу Годзиллу Сарказуха Суперкрокодила Лет 15 тому назад я оказался в Сахаре Это была очень волнующая и тяжелая экспедиция Мы хотели открыть ящик Пандоры в области изучения динозавров Но настоящим открытием стали крокодилы Первое кое, что я нашел, принадлежало суперкрокодилу Потом мы нашли череп Череп длиной метр восемьдесят Длиннее тебя самого, если речь рядом с ним И это крокодил Это было что-то Работая в полевых условиях, мы не приставали им удивиться Примерно 110 миллионов лет тому назад Суперкрокодил выслеживал добычу на берегах реки Курсируя там, где сейчас засушливая земля Суперкрокодил был идеальным скрытным хищником Который прекрасно охотился из засады У него были невероятно сильные челюсти и зубы Как обломки, как крючки Конечно же, они были не для поедания рыбы А для поедания динозавров Для того, чтобы затаскивать их в воду, топить, раздирать на части А их хвост вообще можно сравнить со стволом секлои Его было не обхватить руками Чудовищный хвост Сила его укуса, наверное, превышала 9 тысяч килограммов или около того Одному лишь Богу известно, какое давление он создавал В своей лаборатории при Чикагском университете доктор Серена продолжает удивляться окаменелому черепу суперкрокодил Такого нетронутого черепа гигантского суперкрокодила еще никто не находил Его длина более метра 80 сантиметров А вес около 317 килограммов Это задняя часть черепа Это две глазницы, они вроде как приподняты Это морда, это большое отверстие для носа Это животное склад зубов Вот корень Темная часть, это коронка А вот эта часть выдается Этот зуб вырос на месте старого Большая часть зуба находится внутри пасти Если поместить его в череп, становится понятно, что морда у него пулемет с зубами Зубы идут по обеим сторонам, заполняя морду Если они ломаются или изнашиваются, на их месте вырастают новые По зубам можно понять, чем питалось животное Ясно, что рыбы эти зубы не знали Вот череп очень крупного современного крокодила Его длина около 60 сантиметров Длина самого крокодила метров 5-5,5 Он просто бледная тень по сравнению с чудовищным черепом супер-крокодила Но строение у них одинаковое Так какого же размера был супер-крокодил? Он был примерно в два раза крупнее самых больших грибнистых крокодилов И где-то раз в 10 тяжелее Мы полагаем, что длина взрослого супер-крокодила превышала 12 метров Это был крокодил размером со школьный автобус Сколько он весил? Тонн 8 Это был самый крупный крокодил, когда-либо существовавший на Земле В Австралии ловец крокодилов Робби Риске и его напарник Перемещают двух грибнистых крокодилов из гавани Дарвина На крокодиловую ферму неподалеку Это их новый дом Довезли Два прекрасных крокодила Да, две хорошие особи Одна самка и один самец Самка? Да, самка Они обрадуются Поднимаем и заносим Раз, два, три У меня легкий конец Раз, два, три Крокодилов выгрузили из грузовика И Робби отправляется назад в гавань, чтобы дальше следить за ловушками Готово Это им не нравится Теперь я возьму образец ткани у этого крокодила Доктор Бриттон надеется, что образцы ткани дадут генетический материал для его ДНК-карты популяции крокодилов в Дарвине По сути, это просто хрящ Но в нем должен быть генетический материал, поэтому я сделаю биопсию Возьму кусочек ткани и помещу его в одну из этих колб Затем мы проведем анализ и поймем, можно ли определить, откуда этот крокодил Такой метод я использую впервые Немного подождем Конечно, немного щиплет Но у крокодилов такая толстая кожа Ощущения такие же, как когда нам делают укол Один образец я взял По сути, я проделал отверстие в чешуе Это соединительная ткань, благодаря которой можно получить генетическую информацию Помещаю сюда Образцы останутся у меня, пока они мне нужны А потом я отправлю их в лабораторию вместе со многими другими Мы должны извлечь из них полезные данные Вооруженные данными о ДНК, его исследование может однажды помочь узнать Где размножаются грибнистые крокодилы, почему перемещаются Как распространение в новые ареалы обитания помогает им вырастать больше Их тела созданы для выживания У них превосходные навыки охоты Недетерминированный рост И превосходное умение приспосабливаться Может, сегодняшние грибнистые крокодилы – это завтрашние суперкрокодилы? Думаю, что уже сейчас условия подходят для появления суперкрокодилов В теплом климате крупнейшие речные системы Вполне могли бы обеспечить огромных крокодилов Конечно же, температура – это фактор роста У этих существ медленный обмен веществ Но в теплую погоду они станут есть гораздо больше А значит, вырастут крупнее Потепление и крупная добыча – вот что может помочь крокодилам вырастить еще больше Если у кромки воды в результате эволюции появилась крупная добыча То не исключено, что и гигантские крокодилы тоже появятся вновь Но, по мнению экспертов, главный ключ к вырастанию до размеров суперкрокодила – это позднее взросление Мы обнаружили, что рост у этих существ замедлялся через 35-40 лет У сегодняшних крупных крокодилов это происходит в возрасте 12-15 лет Эти гиганты взрослели позднее и жили куда дольше Как суперкрокодил становился таким большим, достигая 12 метров в длину? Может, он быстрее рос? Или рос в течение более долгого времени? Просто он рос дольше Эти гигантские крокодилы росли примерно с той же скоростью, что и сегодняшние крокодилы Не обязательно быстрее Просто они дольше были подростками Если обстоятельства будут подходящими, если их молодость будет длиться дольше Современные крокодилы могут однажды превратиться в гигантов Размер тела – самое простое, что может изменить эволюцию Несколько генов, пара желез, которые то исчезают, то появляются И ты становишься куда больше, чем был когда-то В ходе эволюции крокодилов произошло 6, может, 7 различных событий В роду у крокодилов были особи гигантских размеров Их длина превышала 10 метров Вероятность, что в роду у крокодилов появятся гиганты, есть всегда Жизнь не постоянно, жизнь меняется Возможно, в будущем вновь появится существо, столь же впечатляющее и внушающее ужас, как саркозок Какого же размера оно может быть? Если будущий грибнистый крокодил достигнет размеров суперкрокодила Крокодил Годзилла будет выглядеть так Грозный хищник длиной более 12 метров и весом около 7 тысяч килограммов С мощным хвостом длиной почти 5 метров и двухметровым черепом Зубами, как железнодорожные костыли и челюстью с силой укуса более 9 тысяч килограммов Вот размер исполина, каким он может стать Программа озвучена студией АРК-ТВ Текст читал Игорь Тарадайкин Текст читал Игорь Тарадайкин